библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий георгий добыкин и мы с вами продолжаем читать книгу премудрости соломона сегодня 10 глава и начиная с этой главы автор рассказывает историю 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 библии чтобы лучше понять этот текст и последующие главы нужно вспомнить про такой метод толкования или метод описания библейской истории который по еврейски называется мидраж мидраж это такие дополнения к библейскому тексту которые должны сделать этот текст более понятно при этом мидраж может давать такие детали тексту которые ну вот они вот никак не вытекают из самого самого текста наверно можно привести несколько примеров мидражей ну вот сразу который вспоминается первое послание коринфянам 10 глава апостол павел говорит о том что когда евреи странствовали по пустыне они пили воду из последующего камня из последующей скалы что это за история значит в пяти книжек рассказывается о том как моисей ударил по скале из нее потекла вода евреи из нее попили из этого источника все на этом . но существовал и существует еврейский мидраж который рассказывает следующее что после того как евреи отправились странствами вот этот камень покатился за не время ли там двинулся за евреями когда евреи останавливались остановилась этой скалы и из нее текла вода и вот это и есть тот самый последующий камень в священном писании ветхого завета об этом ничего не говорится но вот существовал такой мидраж и поэтому некоторые некоторые тексты которые мы сейчас будем читать это тексты которые содержат элементы мидража чтобы понимать последующие тексты нужно очень хорошо знать библейскую историю потому что многие персонажи которые здесь упомянуты они не названы их имена не звучат но любой читатель который знает библию конечно же улавливает кто это итак начнем мы будем читать небольшими отрывками и потом я сразу буду давать толкование она премудрость сохраняла первозданного отца мира который сотворен был один и спасала его от собственного его падения она дала ему силу воды чем над всеми здесь переплетается несколько событий до грехопадения после грехопадения конечно речь идет в данном случае от 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 ободами но почему адам сотворен один ведь мы помним что священное писание говорит о том что он был не только он сотворен но и и жена вот здесь автор книги хочет подчеркнуть что все люди произошли от одного человека и даже история сотворения жены из из кого из чего была создана жена она была создана из первого человека поэтому здесь говорится о об одном человеке поэтому сотворен один премудрость спасала его от падения значит это интересная такая мысль которая встречается в иудейских толкованиях о том что когда человек пал то приму божья благодать божья премудрость здесь живого дальнейших падений поэтому премудрость спасала его от падений и давала ему владычество над всеми здесь здесь владычество не после грехопадения а то владычество которое было заложено в человеке еще до грехопадения счет создан чтобы владычество над землей следующая история следующие две истории отступившая от нее неправедной в огневе своем погиб от убийственной ярости ради него потопляемую землю опять премудрость спасла сохранив праведника посредством малого дерева значит понятно что в третьем стихе речь идет о каине который погиб от того что он убил своего брата и здесь что интересно что священное писание нам ничего не говорит про смерть каина то есть каин ушел был изгнан ушел там с ним ушли его дети ушла его жена он дал начало нескольким поколениям которые дожили до потопа но про его смерть ничего не говорится однако есть иудейский мидраж который говорит о том что каин был убит он настолько боялся людей и божьего гнева что в конце концов начал от людей прятаться и один из его потомков мидраж называет что это ломех заметила какое-то шевеление в кустах и он подумал что это дикий зверь и туда выстрелил и убил своего предка ну и дальше говорится о потопе ной назван праведником и премудрость сохранила его от этого потопа посредством малого дерева ковчег конечно не был маленьким каким-то корабликом если читать из описания но если сравнить его с землей из катастрофы которая получилась то конечно ковчег был очень маленьким следующая следующая история а она же между народами смешанными в единомыслие зла нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред богом и сохранила мужественным жалости к сыну значит народы которые смешаны в единомыслие зла это народы которые строили вавилонскую башню а потом впали в язычество потому что с точки зрения иудаизма любое язычество есть зло и вот среди этих людей которые были язычниками она нашла одного праведника это был конечно авраам и она сохранила в мужественным в жалости к сыну это намек на историю жертвоприношение исаака бог приказал аврааму принести в жертву своего сына но авраам не поколебался и был готов это сделать следующая история на так достаточно большая большой отрывок 6 по 9 стих она во время погибели нечестивых спасла праведного которого избежал огня не шедшего на пять городов от которых в оседельстве нечести остались дымящие пустая земля и растений в свое время приносящие плоды и памятникам неверной душе с стоящий соляной столб ибо они презрив премудрость не только повредили себе тем что не познали добра но и оставили живущих память о своем безумии дабы не могли скрыть того о чем заблудились премудрость спасла обид служащих и и здесь говорится об уничтожении содома гаморы и еще трех городов обычно мы говорим там содом и гамора нет там было пять городов и чаще всего мы понимаем что содом и гамора они сейчас находятся на дне мертвого моря но автор говорит о том что на самом деле на месте этих городов возникла какая-то дымящаяся равнина пустая земля и вот это вот вот это место является таким памятником и напоминанием о том что сделали эти нечестивые люди здесь самая интересная фраза про плоды растения растения не в свое время приносящие плоды здесь объяснение следующее что из-за изменения климата вот в этом месте действительно происходит вырастают растения но они вырастают очень быстро и не успевают так достаточно созреть чтобы сохраниться во время засухи и они все погибают то есть вроде появились но смысла от них нет никакого и это говорится про эту землю ну и конечно говорится про жену лота которая превратилась в соляной столб а премудрость спасала тем тех кто служит ей это конечно история лота следующий следующий отрывок это история иакова давайте прочитаем с 10 по 12 стих правильно бежавший от братского от гнева она наставляла на право на правые пути показала ему царство божие даровал опознание святых помогал им в огорчениях и в обильно вознаградила труды его когда и скоростолюбие обижали его он она представила и богатила его сохранил от врагов и обезопасил от коварствующих впротив него из и в крепкой борьбе доставил ему победу дабы он знал что богочести всегда сильнее давайте здесь разберемся значит это конечно иаков который бежал огнева своего брата исав когда узнал что иаков обманом получил отцовское благословение то он пообещал убить иакова и поэтому иакова пришлось бежать бежал он хоть и один но с ним была божия премудрость дальше говорится о видении небесной лестнице и вот это царство божие бог который стоит наверху на небесах а на небесах безграничное царство божие нет власть бога не ограничена ничем и вот иаков посмотрев туда наверх он как бы увидел это царство божие и он познал святых то есть ангелов и премудрость божия помогала ему во всех его бедствиях потому что когда иаков работал на своего тестя лавана лаван его все время обманывал много раз они договаривались лаван отступал от своих слов там он предлагал лаван предлагал такие условия работы что ну совсем совсем все плохо однако иаков соглашался на эти условия и бог делал так что яков становится все богаче и богаче и последние последние предложения последние словосочетания говорится о том что в крепкой борьбе достал ему победу значит здесь что интересно это отсылка к той борьбе которая была между богом и иаковом после которой он получил свое новое имя израиль автор говорит что богочестие всего сильнее и мы можем понять что здесь соединяется премудрость и благочестие и мы можем понять что премудрость это исполнение воли божией а это лучше всего следующая история она не оставила проданного праведника но спасла его от греха она не сходила с ним в ров и не оставляла в вузах и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его показала жидцами меня в винявших его и даровал ему вечную славу это конечно история иосифа которого продали в египет она оберегала его от греха женой патифора она снисходила с ним в ров потому что когда братья решили продать даже сначала не решили убить а потом продать своего брата не бросили в яму этот ров и та же премудрость оставляла я иосифа в вузах когда он сидел в тюрьме и потом эта премудрость даровала ему второе место в государстве ну и в конце концов он стал владыкой над всеми кто когда-то владычеством над ним и в том числе вся эта история с женой патифора на показала что налогала просто на на иосифа следующая история и последняя история в этой голове я думаю тоже будет вам понятно о ком здесь идет речь она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших и его вошла в душу служителя господни и противостала страшным царям чудесами знамениями она воздала святым награду за труды их вела их путем дивным и днем было им покровом а ночью светлым звездным светом она перевела через черное море провела сквозь большую воду а врагов их потопила и не звергла их с глубины бездны и так праведные завладели доспехами честивых и воспели святое имя твое господи и надушно прославили по поварающую руку твою ибо премудрсть отрезал станем их сделав внятным языки младенцев понятно что здесь рассказывается история моисея и выхода евреев из египта значит но вот здесь есть одна особенность если читать пяти книжек то становится ясным что евреи в пустыне не были непорочным и святым народом достаточно часто говорится о том чем занимались евреи они занимались тем что бунтовали против бога но автор книги ничего не говорит об отступлениях еврейского народа он более того он говорит что этот святой народ и непорочное семя почему этот народ святой потому что он был взят в удел почему непорочное семя потому что среди этого развращенного народа были все таки те люди которые не отступали от бога служители душу служителя господня это конечно моисей который получил право входить в в скине и получать откровение от господа дальше говорится что еврейский народ вела премудрость вот тут очень интересно на этом стоит остановиться понятно как о каком вождении нам здесь сказано это конечно история о огненном либо облачном столбе и вот если так спросить а кто был в этом облачном столбе был ли кто нибудь или это просто стол был и священное писание он говорит что в этом облачном столбе или огненном столбе был бог эта книга исход но тут же в книге исход говорится что в этом столбе был ангел господень то есть мы можем сказать что бог и ангел господень в этой истории как впрочем и в некоторых других историях это одно и то же лицо и здесь она названа премудростью священном писании бог ветхом завете себя являет под именем ангела господня и святоотеческая экзегеза когда объясняет вот это явление она говорит что это не явление простого ангела это явление второго лица пресвятой троицы и вот здесь автор говорит с одной стороны что вернее точнее авторы священного писания с одной стороны говорят что в этом столбе был бог дальше что это был ангел господень и автор книги премудрости говорит что это был была сама премудрость и мы можем сказать что вот здесь с премудростью уже приближается к богу уже приближается богу и ужас можно сказать называется богом и эта премудрость провела евреев через черное море враги евреев погибли и здесь вот тот самый мидраж дополнение о том что праведные заводили доспехами нечестивых об этом ничего священное писание не говорит египтяне погибли в водах черного моря и все и . но автор дополняет что эти доспехи были вынесены летела этих египтян были вынесены а евреи одели их доспехи дальше отсылка к 15 главе книги исход где описывается песнь моисея где моисей воспевает благодарственную песню после перехода и дальше говорится о том что премудрость отверзал уста немых на что эта отсылка значит моисей когда встретился бы с богом в горящем кусте то один из аргументов почему он не хотел идти к евреям в египет он говорил о том что он косноязычен бог объясняет ему что у тебя будет арон который будет передавать твои слова в конце концов бог говорит вообще я сделаю тебе новый язык то есть ты будешь говорить и действительно если мы читаем пяти книжек то видно что бог действует говорит через моисей моисей говорит все четко и ясно никого косноязычности нету про языки младенцев здесь посложнее понять потому что священное описание в пяти книжек ничего не говорит что младенцы воспевали однако в псалтире есть упоминание о том что из уст младенцев и грудных детей ты создал себе хвалу возможно здесь отсылка именно к этому псалму хорошо мы с вами прочитали 10 главу книги премудрости соломона мы с вами были на библейском портале экзегет и меня зовут дмитрий георгиевич табыкин спасибо за внимание до свидания